Добрый день, меня зовут Елена Музерест, я косметолог компании Джерелия. И сегодня я хочу познакомить вас с очень интересной, с очень необычной новинкой 13-го каталога. Это жидкий пластырь. Действительно необычная новинка, действительно непривычная. Но я уверена, что все, кто попробует, будут очень довольны, потому что очень, во-первых, удобная в использовании. Это в виде аэрозоля, в виде спрея и обладающая антисептическими сразу свойствами. Это жидкое средство в виде спрея, которое предназначено для того, чтобы закрыть повреждения. Это мелкие ранки, это порезы, это царапины, ушибы, надертости и так далее. При нанесении формируют на вот этом поврежденном участке кожи тоненькую такую эластичную пленку, причем вы ее можете делать тоньше, делать чуть более толстой, скажем так. При этом она позволяет коже дышать и предупреждает попадание бактерий, вообще сразу обеззараживает эту ранку. Значит, я уже сказала, что сразу обладает антисептическим действием. И благодаря вот такой вот, можно даже назвать это искусственной кожей, да, потому что вот не видно его абсолютно, это травмированное место дезинфицируется и становится защищенным от каких бы то ни было внешних повреждений. Значит, какие преимущества, какие вообще, вот если сравнить это с обычным пластырем? Вы знаете прекрасно, да, что, то есть если обычный пластырь, он имеет или совсем не имеет, если он, вот он без этой подушечки антисептической, или очень ограниченное антисептическое действие, он не дает возможности контролировать, что под ним происходит, да, он же вот непрозрачный, закрытый, и что там делается, мы не знаем. Отрицательным моментом тоже в использовании обычного пластыря, это то, что он имеет парниковый эффект. Уже сейчас делают там вроде бы такие воздухопроницаемые и так далее, он все равно имеет этот парниковый эффект, он затрудняет все равно вот это заживление. При этом он где-то, влага где-то, что он промокает, склонен промокать. Далеко не на все участки кожи его удобно наклеивать. Если это где-то на каких-то сгибах или он стягивает, он мешает движению, он сковывает, все равно ограничивает в какой-то мере движение. Если основа, наоборот, надежная такая плотная, надежная или хорошо такая приклеивающаяся, соответственно, могут быть трудности с удалением. Если она менее липкая, то, соответственно, он может отклеиться в самый такой неподходящий момент и усложнить ситуацию. В отличие от обычного пластыря, жидкий пластырь, во-первых, он очень удобен. Начнем с этого. Он действительно просто очень удобный. Во-вторых, он прекрасно защищает поврежденную кожу вот все это время от попадания бактерий, от влаги, от загрязнений. Имеет дезинфицирующее антисептическое действие. За счет того, что эта пленка прозрачна, мы имеем возможность вообще полного контроля за повреждением кожи. Мы можем смотреть, мы можем видеть, что там происходит, можно касаться. То есть вот весь контроль мы обеспечиваем. Он хорошо пропускает воздух, хорошо эта пленка воздуха, хорошо проницаема. А это, как вы знаете, действительно помогает с оживлением. Очень эластичная, поэтому никакое движение не сковывает. Простое в использовании и легко удаляется, легко смывается. То есть огромное количество преимуществ, среди которых самое главное – легкость нанесения, полный контроль за повреждением и дезинфицирующее действие, которое надежно. Вот такие преимущества, которые действительно не сравнить. Значит, каким образом используем мы это средство? Нужно очистить, безусловно, и высушить поврежденный участок кожи. На ней, на этой коже не должно быть, то есть вот если чем-то вдруг до этого смазывали, на коже не должно быть никаких остатков мази, гелии и так далее. И даже не рекомендую, не просто можно не наносить какое-то антисептическое средство, а его даже рекомендуется не наносить. Нужно удерживать распылитель где-то на расстоянии в среднем 10-15 см от кожи и нанести, распрыскивая такой равномерный, однородный слой самого жидкого пластыря. Дать пленочке высохнуть. Ну, я написала на слайде 30-60 секунд. На самом деле 30, просто если вы наслаиваете второй, то второй слой может там уже чуть-чуть, то есть все вместе занять 60 секунд, что согласитесь, тоже вообще не вопрос времени. Значит, для того, чтобы был более такой плотный, допустим, если вот по каким-то причинам нужно более плотный слой, значит, подождали и нанесли еще второй слой. Как бы в рекомендациях, что можно наслаивать много слоев. Я вам честно скажу, больше двух слоев, оно просто ни к чему. Вполне, абсолютно этого будет достаточно. Если на вот этом участке поврежденном, если это тот участок, где есть складочки, соответственно, их нужно расправить, нанести спрей и подождать, вот расправив эти складочки, пока этот пластырь полностью не зафиксируется. На что обязательно обратить внимание? То, что не рекомендуется использовать жидкий пластырь на глубоких ранах, на кровоточащих сильно ранах, потому что, да, вот нужно высушить поверхность, иначе пластырь не схватится, ну и никакой пластырь не будет нормально держаться. И, в принципе, кровоточащую рану, это нужна конкретно вот кровоостанавливающая медицинская повязка. Другие средства нужны еще до того, чтобы остановить крово, вот это вот, чтобы не кровило. Значит, на глубоких ранах и на укусах животных глубоких. Вот это то, где не рекомендуется. Все остальные повреждения, жигурранки, царапины, ссадины и так далее, на это все пластырь наносится, фиксируется. Если это, если это женщины, которые вот в ухо очень большое количество, кто очень большие умелицы натереть ноги любой обувью, даже той, в которой вот, не знаю, три года ходила, как новый сезон, опять стирается, опять все можно натереть ногу. Значит, что в таком случае мы рекомендуем жидкий тальк, дотобо. И если все-таки случилось, натерлый мозоль, то, соответственно, уже на нее наносится потом на влажный жидкий пластырь. Вот такое сочетание, чтобы совсем себя обезопасить, одним дотого, а одним, ну, если случилось все-таки. Значит, вот такое средство, очень нужное, очень, ну, не то, что даже интересное, это для начала вообще очень полезное, поэтому знакомимся, как всегда, знакомим всех окруждающих, знакомим своих клиентов, предлагаем и работаем с этим средством. Спасибо большое за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok